Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Коллектив нашей телепрограммы поздравляет вас с праздником Преображения Господня. И в преддверии визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Кузбасс мы представляем вашему вниманию фильм о пребывании святейших патриархов на Кузнецкой земле. Кузбасс Кузбасс – особый край. Согретый из недр теплом угля и озаренный милостью Божией, он щедр не только на материальные плоды. «Главное богатство Кузбасса – люди, добрые труженики, желающие добра и любви». В 93-м году по становлениям святейшего патриарха и священного синода Кимерская епархия была выделена из Красноярской. А первым кузбассским архиереем назначен владыка Сафроний, епископ Кимеровский и Новокузнецкий. Это были кризисные годы. В прессе и в обществе часто слышались возражения, что не время сейчас в церкви строить. В стране экономический кризис, есть нечего. Поддержать архипастры новообразованной епархии, духовенства и верующих в сентябре 93-го года прибыл святейший патриарх Московский и вся Руси Алексий II. Это был первый в истории визит предстоятеля Русской Православной Церкви на Кузнецкую землю. Святейшего патриарха торжественно встречала столица Шахтерского края. «Слава Кузнецкой епархии с радостью приветствует вашу святыню с прибытием на Кузбасскую землю». «Я рад посетить новообразованную Кузбассскую епархию, которая поручена временно управлять вам. Желаю вас, что вы с днём». Вместе со святейшим владыкой в Кузбасс прибыл и председатель отдела внешней церковной связи, постоянный член священного синода, митрополит Смоленский, Калининградский, Кирилл. Визит патриарха Алексея был недолгим. Всего 36 часов, но третьи часы потрясли Кузбасс. Предстоятель Русской Православной Церкви отслужил молебен в Георгиевском храме. «Я сынашим, святейшим патриархе Алексею, я преосвященных митрополитик и епископе, и о Всего Христе, братья и наши». «Я рад краткому молитвенному общению со всеми вами, дорогие мои братья и сестры. вы несете здесь на просторах Сибири свое служение, свой жизненный подвиг». «Я хочу напомнить вам слова великого апостола Павла, который говорит, «Братья, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь, вся вам любовью добывает. Храните и вы святую веру православную». После молебна святейший владыка осмотрел строительство Знамецкого кафедрального собора. Патриарх Алексей был очень обрадован масштабом строительства, ведь за Уралом таких храмов еще не было. Этот день был насыщен событиями. Святейший владыка осветил закладной камень под строительство часовни и памятника погибшим шахтерам. К месту будущего строительства часовня был совершен первый в истории областного центра крестный хор. Духовенство, сотни прихожан, от Знамецкого собора до места будущего строительства шли с молитвенной памятью о погибших горняках. Благословляется и освящается место сие окроплением воды сие освященное. во основание часовни в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости памяти погибших шахтеров Кузбасса во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! В эти дни в Кемерово было организовано собрание областных административных структур и Кузбасского духовенства под девизом «Русь святая, храни веру православную». На этом собрании патриарх Алексей предостерегал собравшихся о тех трудностях, с которыми может столкнуться общество в условиях сложившегося морально-нравственного кризиса. «Русь святейший владыка, искреннее спасибо за то, что вы делаете, за восстановление духовной ценности. Мы согласны с вами, что без духовной культуры не будет никакой рефории. Вот за то милосердие, которое вы несете. Мы сегодня решили с главой администрации области обратиться ко всему сибирскому соглашению с просьбой сделать все возможное, чтобы прекратить вот это вот засилие, которое идет с телевидения, особенно со средств электронных массовой информации по жестокости, по нравственной распущенности и наоборот выдвигать русский патриотизм». «Новая вера! Новая вера! Во второй день своего визита святейший владыка посетил Никольский приход и встретился с учениками Никольской воскресной школы. «Вы сегодня освящаете своими первосвятительскими стопами землю нашу Кузбасскую. Пусть же Господь всемилостивый сопутствует вам, укрепляет ваши силы душевные и телесные и хранит вас, святый владыка, святейший владыка, на многое-многое благое лето. И спала эти детки сейчас». Глава Вер service Главаèsа, Верующий истинник, ПЕСНЯ Приезд святейшего патриарха Алексия оставил неизгладимый след в умах и сердцах кузбассовцев, явился духовной поддержкой в предстоящих многотрудных делах. ПЕСНЯ Чудо в жизни Кемеровской епархии – неотъемлемый спутник повседневности. Известно, что рабочий график представителя Русской Православной Церкви расписан по минутам, распланирован на годы вперед. Второй за три года приезд в Кемеровскую епархию – знак особого внимания и уважения святейшего к кузбасской пастве. Главным событием 96-го года стало освящение святейшим патриархом Алексием новопостроенного Знаменского кафедрального собора. И опять крестным ходом все двинулись к часовне иконы Божией Матери с хех скорбящих радость. В сентябре 93-го святейший патриарх Алексей осветил камень под ее строительством, а сегодня предстоятель Русской Православной Церкви ослужил в часовне по нехиду по погибшим шахтерам. Вечером святейший покидал кузбасс, но в центральной части города уже блестел золотыми куполами Знаменский кафедральный собор и исцарял каждого входящего любовью и истиной. В октябре 2003-го года в Кузбассе проходили официальные торжества по случаю 10-летнего юбилея Кемеровской епархии. По благословению Патриарха и по приглашению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и архиепископа Сафрония в Кемерово прибыл председатель отдела внешнецерковных связей Московского Патриархата, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Утром 11 октября в Малом зале администрации Кемеровской области прошла пресс-конференция, на которой присутствовали представители кузбасских средств массовой информации. Как мы сегодня будем воспитывать нашу молодежь? Мы должны отвести эти лукавые аргументы. Мы не должны поддаваться на эту какую-то очень странную пропаганду, которая отталкивается как бы от идеи свободы, от идеи плюрализма. В ходе пресс-конференции Владыка Кирилл подчеркнул, что со времени его первого приезда в Кузбасс вместе с патриархом Алексеем II духовная жизнь области существенно изменилась. Владыку Кирилла познакомили с ходом работ по строительству Дома попечения при церкви Ахангела Михаила в селе Ялыкаево. Дом попечения создается по образцу приютов, возводимых в России до 1917 года и является одним из первых учреждений подобного типа в Новой России. Митрополит Кирилл выразил благодарность благотворителям и попятителям приюта и пожелал им помощи Божией. Вечером в Знаменском кафедральном соборе Кемерова Владыка служил всеночное бдение. Утром 12 октября кузбассовцы стали свидетелями того, как митрополит Смоленский Калининградский Кирилл, архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Сафроний, архиепископ Белгородский Староскольский Иоанн, епископ Барнаульский и Алтайский Максим, епископ Томский и Асиновский Ростислав в сопровождении пархиального духовенства прибыли в Киселевск для освящения храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушница. Даруй им, я же, ко спасению прошения, воздвигни их деланию заповедей Твоих. Даруй им обновление дара святаго Твоего Духа. Да неосужденно поклонятся Тебе, единому истинному Богу. Иегоша послал Иисусу Христу молитвами Богородицы и всех святых Твоих. Аминь. Аминь. Открытие Кемеровской епархии, которая имела место 10 лет назад, ясно показало нам всем, всей Церкви, как важно присутствие архиерея Божьего постоянно со своим народом. Потому что когда архиерей имеет огромную территорию епархию и не может посещать приходы и встречаться с людьми, то теряется что-то очень важное в жизни Церкви, потому что епископ в переводе с греческого на русский означает «плюститель». Он наблюдает за духовной жизнью народа. Он первый, кто ответственен пред Богом за духовную жизнь людей, проживающих в данных местах. И вот когда епархия здесь была создана, то многие тоже говорили, не следовало бы это делать, это будет бедная епархия. Но прошло 10 лет, и мы видим, как из 13 храмов ныне имеем сотни здесь. Имеем такое новое храмовое строительство, которое я не знаю, есть ли где еще на Руси. 11 марта 2010 года в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом и представителем Совета Федерации от Кемеровской области Сергеем Владимировичем Шатировым. Гости передали его святейшеству приглашение губернатора Омана Тулеева посетить Кемеровскую область. Патриарх Кирилл с благодарностью принял это приглашение. Разговор оказался тем значительным, что Сергей Шатиров и владыка Аристарх рассказали патриарху о ходе строительства в Новокузнецке храма памятника погибшим шахтерам. Предстоятель Русской Церкви одобрил и благословил строительство храма памятника. Патриарх выразил надежду на то, что по завершении строительства сможет совершить освящение этого храма. Пользуясь случаем, я хотел бы, во-первых, приветствовать всех жителей Кузбасса. Это особая русская земля, от благополучия которой зависит и благополучие страны. Потому что Кузбасс греет, дает энергию, силы всему государству российскому. Кроме того, в Кузбассе замечательно развивается церковная жизнь. И в этом большой личный вклад губернатора Амана Гумировича Тулеева, которому я также передаю свое приветствие и самые добрые пожелания, а также всех тех замечательных людей, которые своими духовными, материальными усилиями создают тот нравственный фундамент, без которого не может сегодня жить современный человек, сталкивающийся с множеством проблем. Проблем опасных, проблем, способных разрушить человеческую личность. Вот дай Бог, чтобы жители Кузбасса были материально крепки, благополучны, духовно стойки и имели ту необходимую внутреннюю силу духа, которая является условием любой победы. А побед нам следует одерживать сегодня очень много, если мы хотим изменить жизнь страны к лучшему. Взаимоотношения Кемеровской епархии, а теперь уже и Кузбасской митрополии, с Московской патриархией динамично развиваются. Развиваются на благо церкви, на благо Кузбасса, на благо людей. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok